Данил Букреев Уточнять при покупке Если вы собираетесь купить комплектацию Уточнять в магазине T-Mart Потому что она может меняться Крепление действительно удобное Легко устанавливается И здесь мы крепим Это все дело к штативу Действительно удобно Светильник у нас на 160 ламп 660 люменов Собственно сам светильник Достаточно крепкий Но легкий Светильник может питаться Как от батареек, так и от аккумулятора Также можно аккумуляторную батарею сюда установить Здесь обязательно, что мне очень нравится Есть регулятор яркости Правильнее сказать Можно регулировать мощность Это действительно удобно Где-то нужно меньше, где-то нужно больше Для моих нужд это важно Давайте установим аккумулятор Очень все просто устанавливается Главное попасть Главное попасть Все Установили аккумулятор И вот еще хочу сказать о кнопке тест Кнопка тест показывает уровень заряда аккумулятора Это действительно удобно То есть при съемках можно понять Пора спешить Или еще можно немного растянуть И снять пару лишних дублей То есть мы видим Уровень заряда аккумулятора Это действительно удобно Как я говорил У нас регулируется яркость Все предельно просто Включается этим же роликом Что еще сказать именно о светильнике Да в принципе все Что я хотел сказать Уже только буду показывать Как все-таки он светит Обязательно мы подсоединим все световые фильтры Установим и посмотрим разницу Здесь у нас Есть такой как Просто рассеиватель света Такого дневного Есть желтый фильтр Как лампа накаливания И вот такой вот розовый Еще в комплекте мне прислали зарядку Сразу хочу сказать Такая она хиленькая Ничего у меня такого классного нет Но она заряжает Но заряжает она очень долго Очень долго заряжает Мне это не понравилось Ну часа наверное Часа наверное 3-2-3 часа Она где-то заряжает Мой аккумулятор Кстати по поводу аккумулятора Я вам забыл сказать Вернемся Вернемся Что аккумулятор у нас на 2100 2100 ампер И мне его хватало Миллиампер часов И мне его хватало Где-то на 2 с чем-то часа То есть минимум Ну не минимум А точно 2 часа Он у вас отработает Отсветит на полной яркости Данный светильник То есть Это немало Я считаю Зарядил 2-3 часа Можно спокойно светить Ну давайте Чтобы хорошо показать Как светит все-таки Наш светильник Нужно чтобы пришла к нам Ночь Или хотя бы вечер Чтобы нормально показать Какой-то поставим предмет И будем его освещать Разными фильтрами И разной пассивностью света А сейчас можно поговорить О моноподе Что хочу сказать Монопод действительно Длинный Это реально то что Мне сразу бросилось В глаза То есть он действительно Очень длинный Он видите Даже в кадр не влазит Но обязательно Себя покажу С этим моноподом Чтобы вы могли понять Но монопод мне понравился Мою камеру Он выдерживает легко Экшн камеру Он вообще слегка И выдержит То есть хватит Если тем более Его недалеко выдвигать Вот реально чуть-чуть То вообще классно Никаких проблем Здесь можно зафиксировать Ну не очень надежно Все таки Вот это все дело Как-то так Хотелось бы Чтобы еще сильнее фиксировало Но фиксирует Достаточно хорошо Не будет Камера елозится Крепко Ну собственно Для камеры Еще на этом моноподе Есть вот такой вот тоже Разъемчик для штатива Ручка действительно удобная Не скользит Она вот такой вот Здесь такая прорезиненная ручка И она не скользит Рука держит крепко Так что я думаю Что монопод действительно достойный Я сейчас покажу Как я снимал с этого монопода Как я им пользуюсь И покажу себя с этим моноподом А после вы конечно же Увидите тест светильника Как он светит И чтобы уже понять Так что ребята продолжайте Смотреть видео Вот ребята вышли погулять Сзял с собой персика Потому что Чтобы он тоже привыкал к улице Он еще конечно маленький Ну в принципе На монопод снимать Достаточно удобно Но появились некоторые Подозрения О том что он может заржаветь И все таки крепление Не так уж надежное Как казалось по началу Ну а сейчас Посмотрим немного еще на персика И будем перемещаться домой Чтобы протестировать светильник Потому что на улице Уже действительно темнеет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот ребята на улице Уже потемнело Я вот приготовил предметы Которые мы будем освещать Сейчас все это подсвечивается Моим монитором Мы его отключим Сейчас И все таки Я включу светильник Первый тест у нас будет Вот сейчас я снимаю Световой фильтр То есть без светового фильтра Вообще без никакого И мы будем все таки смотреть Как будет освещаться предмет Да Вот выключаем монитор И начинаем И начинаем вот плавно добавлять Плавно добавлять Вот он включился И мы добавляем Яркости То есть тьма в принципе Как бы кромежная Ничего Дополнительных источников света Здесь никаких нет То есть никакого фильтра Ничего Ну да Немного засвечивает Потому что светильник действительно Вот находится близко здесь Но в принципе Предметы видно достаточно хорошо То есть если использовать его Можно например немного повернуть То есть свет будет более рассеянный Ну то есть тут уже Как вы экспериментируете Как вам нужно Так вы и делаете Ну давайте я например Поставлю световой фильтр Не знаю изменится ли что-то То есть вот Теперь мы его поставили Это стандартный белый световой фильтр Вот с ним Вот без него Практически ничего не меняется Как помню Сейчас я вот поставлю фильтр Который Лампа накаливания что ли Мне почему-то хочется его так называть Потому что он такой дает Все оранжевое становится Ну то есть видно же да Что преобладает Все таки больше такой Оранжевый тон Оранжевый цвет дает Сейчас мы немножко настроим Вот Ну то есть таким образом И теперь давайте поставим Это без фильтра И теперь поставим розовый фильтр И вот розовый фильтр Ну есть Есть немного такой розовый цвет Немного все-таки Это дело чувствуется Ну В принципе Хочу еще вам показать Каким образом Вот я использую свет Так что сейчас возьму Камеру в руку И покажу Вот как он у меня тут стоит Ну Примерно таким образом Он у меня и стоит на столе Если вот когда-то Мне не хватает света Я его вот так вот ставлю И вроде бы так корректирую Где-то в сторону Куда-то направляю Чтобы общий план Хорошо освещался Так что продолжим Смотреть видео Вот собственно Мой светильник Стоит он у нас На штативе с Алиэкспресс Такой дешевенький штативчик Если вам кстати интересен На него такой Обзор проверка временем Тогда обязательно сниму для вас Потому что Вот он уже достаточно долго Отслужил Вот стоит розовый фильтр Мы можем уменьшать Увеличивать яркость Как я уже говорил Об этом Ну то есть Вот стол Вот мы снимали данный план Таким вот образом И вот стоит светильник То есть здесь сейчас Кромежная тьма Ничего Никаких источников света нет Даже Иногда слишком ярко получается Включаешь все по чуть-чуть Источники света И получается немного получше Вот так вот в принципе Работает данный светильник Ребята Я думаю И надеюсь Что вам понравилось Потому что я Вот честно Я действительно доволен Данным приобретением Спасибо Atomart за это Потому что Меня он спасает Есть вот Такие моменты Когда действительно Нужно подбавить света С какой-то стороны С той Или с иной стороны Нужно добавить немного Вот видите Стоит у нас Ну давайте еще раз Поменяем фильтры Вот видите Розовый такой фильтр стоит Давайте его снимем Поставим обычный белый фильтр Ну то есть фильтры Легко меняются Я ничего не вижу В темноте Ну этот Практически Свет именно Не меняет И вот такой еще Фильтр есть Ну я в основном Пользуюсь белым фильтром Потому что Он просто Немного больше Расселиваем И вот такой вот Оранжевый Почему-то Выключился Вот И опять же Напоминаю Что у нас тут есть Клавиша Тест Которая показывает Насколько заряжен Наш светильник В принципе Ребята Все Я надеюсь Что вам Понравился обзор Если у вас есть Какие-то вопросы Например По штативу Если стоит Снять видео Или вообще Какие-либо вопросы Обязательно Пишите в комментариях Постараюсь Ответить всем Всем спасибо Спасибо за просмотр С вами был Данил Букреев Подписывайтесь на мой канал До следующих видео